Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, зайдем сюда и заберем наш ревард за серию испытаний. 35 сюрикенов, значит дальше нам нужно сразиться в боях и поднять уровень персонажа, открыть колоду. Так я же вроде бы как открывал или нет? Здравствуйте, приплыли. Прикиньте, ребята, я открывал колоду, на открытии у меня вылетела игра с какой-то ошибкой, то есть карточки я забрал, да, там мне выпала карайка, и мне это задание не засчитали. Здорово просто-напросто. Ладно, тогда давайте поднимать уровень персонажа, ну и заодно будем искать с вами крипа. Где он там у нас спрятался, как всегда? Ага, вот он. Ну что ж, давайте найдем на него ДНК, попробуем найти, я надеюсь нам сегодня повезет, не как в прошлой серии. Ну, повторение мать учения, как говорится, да? Понятно, с первого пака нам всегда выпадает, ребята, один крип. Давай второй попробуем, так. Ну, вроде бы неплохо. Так, отлично, давай третьего. Компенсируйте мне, пожалуйста, нет. Не компенсировали мне ни шиша. Плохо, плохо, очень плохо. Так, и теперь мы с вами, мы хотели, если не ошибаюсь, прокачать железной голове вот этот вот удар, да, ракетную атаку. Для этого нам нужно еще, ну смотри, ребята, восемь знаков найти. Ну что ж, давайте попробуем, может быть у нас получится. Так, один знак я нашел, давай-ка второй, надо восемь, я надеюсь у меня пиццы хватит. Третий, замечательно. Четвертый? Слушай, а может быть, может быть мы и сможем сегодня открыть пятый. Так, подожди, пятый, давай шестой. Шестой. Отлично. Еще два. Седьмой и последний. Давай, пожалуйста, последний мне. Шикарно. Ну что, ребята, прокачиваем железной голове вот этот вот удар. Это массовая атака, очень годная, мне она очень нужна. Ну что же, до пятой ступеньки прокачали и увеличивают силу атаки на 60%. Круто. Теперь нам нужно только поднять кому-нибудь левел. Мы Микеланджелу сможем, как думаете? Нет, не сможем, не хватает маленечко. Ладно, тогда давай, наверное... А вот, Бакстер Стокман, почему бы и нет? Почему бы, я спрошу вас, и нет? Вот так вот. Отлично. Кстати, мы можем ему прокачать ракету. Слушай, ракета, она ударяет по одному противнику, да? Фиксим, ребят. А, мутагена нету. А я уже хотел прокачать. Ну что же, тогда забираем наш реворд. Не весь, к сожалению, потому что мне, ребята, еще раз говорю, мне досталось вот это вот. Я колоду открыл, но мне почему-то не засчитали, потому что вылетела с критической ошибкой игра. Ладно, не будем переживать, мы с вами отправляемся на турнирную арену. Я в Лиге Сегунов, как ни странно, одна звезда, я сохранился здесь. Правда, позиция 72-я, ну да ничего страшного. Я думаю, что мы сейчас вот начнем с Марвина. Пожалуй, мы его быстренько сейчас расчекрыжем. Максимальный уровень, я вижу, у него 50-й. Как раз мне подстать этот будет паренек. Давайте, наверное, возьмем вот так, мы сделаем, да? И, пожалуй, Бакстра Стукмана вместе. Погоди-ка, погоди-ка, секундочку. Тут есть опасочка небольшая. Есть, даже не то, что небольшая, а большая. Мне надо взять здесь какого-нибудь... Блин, я не знаю, Рокзара взять. Не, давай Змейка. Я не знаю, мне нужен провокатор. Я же не буду нашего пульверизатора ставить, потому что он ватный 49-го уровня. Я думаю, что он не потянет. Ладно, сделаем Рокзаром. И главное, чтобы вот Микел... Ой, Микеланджело. Рафаэль не кинул... Свои эти кусочки пиццы или что там он бросает. У него есть такая атака. Она очень мощная. Так, посмотрим, как у нас сейчас все это дело пойдет. Давай-ка вот так, наверное, сделаем. Ребят, дополнительную защиту с возможностью повесить контратаку. Шикарно! Ты посмотри, практически на всех. Так, и запускаем волну. Кто-то из подписчиков радовался, что я прислушался к его мнению и стал использовать не Маузеров, а именно Смертельную волну. Так, да конечно, куда ты, родной мой? Опа, в ответочку мы получили волну, и за это он погибает. Так, уничтожаем, конечно же, с вами Рафаэля. А Майки будет сейчас, наверное, бомбочку бросать, нет? Хм. Удивительно, он повесил на себя иммунитет. Зачем? Пока не знаю. Наверное, для того, чтобы отдуплиться. Да? Ну что, ребята, первая каточка прошла у нас замечательно, и мы, конечно же, переходим к следующей. Просто на горяченькую. Сегодня пройдем второе испытание. Сегодня среда у нас, да? Я так понимаю, завтра или послезавтра у нас откроется третье испытание. Ну что же, ранг 51-й. Пока неплохо мы с вами идем. И, воу, смотрите-ка. Лолита. Прям вся в серебре. И, да, есть полтинчик. Это Микеланджело. Ну, для меня это не проблема. Возьмем вот этих вот ребятуречек, наверное, да, с вами. Возьмем сюда Ванечку. Погоди-ка, Ванечку. Возьмем мы, наверное, сюда все-таки лучше Зека и... И Ваню. Нет, не Ваню. Змейка Вюна. Почему я ее придумал в последний момент? Потому что, ребята, Майки, Микеланджело, вот этот вот. Стопудово будет усилять свою команду. Стопудово. Также не забываем, что Леонардо здесь есть. Тоже опасный чувачок. Его снести мы стопудово не сумеем. Поэтому будем вот так вот делать. Понижать им защиту. Так, а теперь... Ну, давай сделаем плевочек. Отлично. Так, ну, я думаю, что, наверное, пора его добить. Леонардо сейчас будет стопудово, наверное, захиливать всех, нет? Ух, если он успеет. А я сомневаюсь в этом. Нет, он, наверное... Нет, не успеет. Ребят, не успел. А кто не успел, тот опоздал, да? Ну, я думаю, что тебе под силу забомбить. Кабанчика нашего, да? Отлично. И Рафаэль. Размял кулачки. Да, парень. Ты не вовремя это сделал, потому что тебе все равно ханарики. Все, ребята. Идеальное прохождение. Ну, что же, двигаемся с вами дальше. Я думаю, что еще Боя-2, и мы с вами перейдем в Лигу Сегунов 2 звезды. Я именно на это намечен. Тридцатая позиция. Ну, да, где-то Боя-2 нам еще придется с вами сделать. И берем по максималочке в серебре. А это у нас Астемир. Ну, тут у него, ребята, 51 уровень, я смотрю, затесался, да? Каким-то боком. Хорошо, мы тогда возьмем вот этих своих парней. Возьмем сюда Микеланджело и, наверное, возьмем Змею Карай. Я думаю, что это будет оптимально для нас. И очень плохо для него. Так, у него есть один хиллер. Один баффер. Даже два баффера. Потому что я этого Микеланджело считаю как баффер. Ладно, начнем с уклонения, чтобы не рисковать. Так, уклонение мы поставили. Теперь... Слушай, я не буду, ребят, пока делать никакой массовой атаки. И я буду просто бомбить Эйприл. Потому что я прекрасно знаю, что она будет хиляться. Так, бафает свою команду на атаку. Кстати, это плохо, ребята. Этот еще и на ускорение баффает. Ну, я же говорю, два баффера здесь. А, еще и на Крит. Воу-воу. Тихо, родные мои. Вы слишком-слишком газуете, я смотрю. Хорошо, что у нас стоит с вами уклонение. Может быть, хоть как-то оно нас спасет. Так, хорош. Рокслиди, что ты там делаешь? Опс. Тихо. Тихо, тихо, ребята. Ну что, наверное, бомбануть нам придется. Я думаю, что это лучший вариант. Еее. И теперь добьем, наверное. Да, бибобчик надо добить. Опс. А, нет, двойная атака. Отлично. Ну и все. Что ты со своим тут флакончиком? Кучерявый ты наш. Получи и распишись. Иди, спи. И нечего нас тут, как говорится, раздражать. Так, ну что, ребята. Пока все идеально у нас идет. Довольно сбалансированную команду я собираю. Как говорится, и дамагеры, и хилеры у нас есть. Все пучком. Да. Нам еще нужно сделать с вами один бой, чтобы пройти в Лигу Сеунов 2 звезды. И смотрите, как ни странно, здесь очень много серебра. Очень много. Даже в прошлой серии столько не было. Хотя там попадалась, по-моему, даже бронза. Ну и я могу, знаете, что сделать? Взять вот этих ребятушек, да? А давай сделаем, смотрите, какой с вами прикол. Я надеюсь, он сработает. Если не сработает, то я просто-напросто в пустую потратил Леонарда. Потому что если он не добьет их всех, мои сосунки вот эти не справятся с ними. На добивку они не годятся. Но, как видим, Лео красавчик. Лео просто вырулил из этой ситуации чистым. Молодец. Молодец. Я горжусь им. И тем не менее, ребят, мы переходим с вами в Лигу Сеунов 2 звезды. 91-я позиция. Это очень хорошо. У нас еще, наверное, Боя 2 будет, да? Судя по карточкам. Так, кого взять? Я думаю, что лучше нам взять Дмитрия. Давайте-ка его возьмем. Надо реализовывать уже Криса Брэдфорда и вот этих вот малышей. Хотя для них они далеко не малыши, поверьте мне. Так, железная голова. Рафаэль. А стоит ли нам с вами брать кого-то вот из маленьких, а? Я думаю, что нет. Или стоит? Такой тяжелый выбор у меня. Не буду я брать. Не буду я брать. А кого же мне тогда брать-то, елки-палки? Чтоб тебя. Давай зэка возьмем. Фиксим, ребят. Один откатик можно потратить. Один откатик. Всего лишь. Так, ну что, бросаем бомбочку. Потом уже начинаем плясать здесь, да? У нас очень много массовых атак здесь. Не считая Криса Брэдфорда. Я думаю, инициатива у нас тоже здесь за глаза. Так, Мондагека упал. Ха, Майки упал. И паутинку липкую бросаем. Четко. Все сработано четенько. Ну что, ребята. И последний бой у нас предстоит. Потом идем с вами на испытания. А в последнем бою я буду брать кого? Леонарда. Я буду откатывать сейчас в обязательном порядке. Брать Рафаэля. Да? Так, возьмем. Возьмем, наверное, вот этого. Это у нас Ванька. Так, ну что, я беру сюда Лео, Рафа, Железную Голову и двух наших каких-нибудь малышей. Вот таким вот макаром я думаю, что здесь мы пройдем. Потому что инициатива у Леонарда 100 пудов будет круче, чем у них. Должно, по идее, быть так все. Пит, наверное, сразу упадет здесь. Ну да, Пит упал сразу. А вот это вот уже плохо, ребята. Берем срочно провокацию на Рафаэля. Так, и бомбим. Получите. Вау. Надо будет все-таки ему прокачать этот ракетный удар, да? Подожди. А мы ему прокачали или нет? У нас, по-моему... У нас, по-моему, не хватило мутагена. Или хватило? Я уже... Офигеть. Я уже не помню, ребята. У меня... Когда... Так, да, у нас... У нас хватило. Слушай, мы могли бы даже до шестого прокачать, если бы у нас было с вами 14 кружек. Ну, в данный момент нам нужно найти 13. Заманчиво, согласитесь, да? Кружки найти. А этот удар... А этот удар можем прям хоть сейчас выучить. Давай его прокачать до шестого уровня, а, ребят? Давайте. Я понимаю, это удар не массовый, но, согласитесь, когда у нас кончается ракетный удар, нам приходится бить обычными. Поэтому, я думаю, это не будет лишним. Ну что же. Мы с вами... Погоди-ка, а что у Рафаэля можно выучить? Я не могу понять. А, не понял. Или у него просто... А, ДНК у него лишнее. Ёлки-палки. Он меня с пантологи немножко сбил. Так, у нас на Ваньку тоже есть, да? Лишнее ДНК. О, на Кирби. Все это, ребят, меняем. Так, на Муху Бакстера. И вроде бы как все. Слушай, у нас 13 тысяч сюрикенов, да? Мы можем с вами заглянуть быстренько в магазин. Ага. Вот такая вот история, ребята. Мы можем взять... Давай возьмем. Возьмем 5 ДНК на Острозуба. 2 тысячи сюрикенов потратить. Это не беда. Эх, смотри, ребята. Мы могли бы... 78 было бы у нас ДНК. То есть, 2 ДНКшки где-нибудь мы с вами надыбали. А надыбали мы эти ДНК знаете где? В испытании на Рафаэля. Блин, но у нас не хватает Бакинских, к сожалению. Так, что у нас по монеткам? У нас монет 32. Ну, понятно, ребят, мы ничего здесь с вами сделать не сможем. Так, а здесь у нас 510. А тут минималка 530. Да, меньше, по-моему, нету, ребята. Ладно, пока в магазине нам с вами делать нечего. И мы быстренько отправляемся с вами на испытания. До начала 3 дня. Подожди-ка, у нас что это? В субботу, что ли, открывается черепащая буря? Странно. Я думал, что в пятницу или в четверг. Три дня до начала. Ладно, потерпим. Ну что, я расстраиваю у нас испытания, ребята. И вот видите, если бы мы с вами 5 ДНК там купили бы, мы могли бы даже вот здесь просто-напросто зафармить его. И все было четко. Погнали. Так, ай, ну да. Да-да-да. Только сейчас я вспомнил, что мне дали липовую команду, которая здесь очень далеко не уйдет. Ну, наверное, до четвертого боя. Максималка. Тем более, так непривычно мне этими персонажами играть. Я серьезно вам говорю. Таким разносолом я вообще еще не играл. Есть, как говорится, способ немножко поучиться, да? Так, ну что? Защита понижена. Плюс еще даже меткость успели. А, давайте-ка посмотрим с вами вот этот новый скилл. Что он делает? Оба, неплохо, да? А, что неплохо-то, елки-палки, тут десятый уровень. О чем я? Так. И, наверное, всех уничтожаем поджогом. Слушай, а что я тут делаю-то, ребят? У нас же автобой есть. Елки-палки, я совсем забыл. Все, это называется, ребята, я пришел с работы, не выспавшийся, сел записывать видосик. Из головы все, повылетало. Думаю только о том, как бы голову положить на мягкую подушечку и закрыть глаза. Но нет, надо, потому что я просплю до вечера, а там уже на работу пойду. И некогда будет, как говорится, ничего записывать. И целый день вы останетесь без видосиков. Поэтому я и решил вот так вот сделать. Перед сном записать, потом отдохнуть и со спокойной душой пойти на работу. Ну что ж, давай бомбанем. Тут 20 уровень, опять, ребят, пока ничего страшного нету. Вот когда начнутся 30-е, 35-е, да? 35 уровень, тогда уже будет немного напряженно. Потому что у меня Кейси Джонс. Да-да-да, Кейси Джонс именно 35 уровня. Это очень плохо. Зачем ты это делаешь, а? Хотя, в принципе, ребят, наоборот, молодец, что он понизил ему защиту. Он довольно крепкий, этот кожеголовый, как я посмотрю. Он не просто сдаваться не хочет, он еще и сопротивлялся. Так, вот у нас тут тля. Ага, и рафики. Все стоят в кучку довольные, но их, по-моему, здесь, ребята, ничего не спасет. Бомбочка, бам! Которая не прокачана. По-моему, мы ее только открыли и все. Ну, хорош ты. Что там делаешь? Поджог какой-то. Еще один поджог хочет сделать, а? Ты посмотри, на одних поджогах работает. Ну уж нет. Крип выдержал. И даже почти не получил повреждения. Ну, естественно, у него уровень 42-й. Ну что же, а мы с вами идуем дальше. Понакатанный. Все пока у нас идет отлично. И мы с вами получаем Рафаэля ДНК, который у нас полностью прокачанный. Так, Рафаэль, видение. Вот это уже другой разговор. У нас его... Он у нас, точнее, не прокачан. Поэтому ДНК лишний, конечно же, на него не будет. Врубаем, ребята, автобой. Тут пока все равно, что 30-й уровни. Я думаю, терпимо. Кейси Джонс, наверное, выстоит здесь. Он еще даже кого-то умудряется бомбануть. Отличненько. Двигаемся на вторую волну. И смотрим, что у нас будет происходить здесь. Так, здесь у нас Макмен. Да? И Кейси Джонс. На-те. О, понижение меткости. Это круто, ребята. Тынь, 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 тынь. Да еще и постепенный урон. Вообще замечательно. Кстати, вы заметили, да, что вот у этого Кейси, когда он бросает шайбу. Только он бросает шайбу, шайба, взрывчатка, можно так сказать. А тут бросает простую, обычную шайбочку. То есть, я хотел сказать, что скиллы у них, согласитесь, похожи. Так, ну что. Ага, понижает защиту. И меткость еще. Ну, ты крут. К север, кстати, Монтес, как дебафер. Очень даже неплохо, на самом деле. Но вот именно атакующих ударов у него очень мало. Так, тихо, смотри-ка, что происходит, а. Они практически, ребята, пробили мне крипа. Как-то у них умудрилось это получиться. Но он за это поплатится. А Раф вообще, ребята, по атаке, я смотрю, он сильный. Вот, по атаке. Но Лео все-таки, мне кажется, сильнее будет. Ну что, вот теперь мы переходим с вами действительно к опасным противникам. Так, у нас здесь, ага, Рафаэль. Погнали. 45-й уровень. Вот о чем я вам и говорил. Что вот тут уже будет уже на пределе практически, ребята, игра. Потому что у нас уровни 45-й, да? 45-й, 42-й, 35-й, 40-й. И не забываем, что у нас только у одного персонажа здесь... Какой там у него уровень-то у паукуса? 60-й, если не ошибаюсь я. Да, ребята, у него 60-й уровень. То есть пауку, столько может быть, один здесь выжить. Ну-ка, давай-ка бросим бомбочку, посмотрим, что получится у нас. Бомбочка газовая у нас не сработала. Тогда давай будем провокацию вешать. М-м-м, а поджог? Что с поджогом у нас? Круто. Поджог, ребята, работает. Мне это нравится. Так, железноголовый стопудово еще не погибнет. Так. Ну, хорошо, что он не стал, ребят, бомбить ракетой. Давай мы этого унич... А, у него провокация. Понял. Я хотел слыша бомбануть. Но все равно ему хана. Так, ребят, третья волна. Кто у нас там? Я смотрю. Ага, Рафики, Рафики, Рафики и два бронированных таракана. Начнем с таракашек, наверное, да? Так, а ну-ка, бомбани по нему. Да ладно тебе, Кейси. Давай так вот бомбочкой хотя бы. Это три удара нужно, чтобы снести таракана? А что мне тогда делать с этими персонажами? У-у-у! А я уже предчувствую, что без жертвы здесь, ребят, не обойдется. Да. Крип. Бедный ты наш крип. Расписали тебе. Достоялся ты, как говорится, в провокации. Здесь бы очень, ребят, хорошо зашел бы у нас Паукус. Ну, 60-й уровень, как-никак. Я думаю, он бы всех тут ложил бы. Но не задалось у нас тут, понимаете? Не задалось. И мне кажется, что они сейчас всех мне разберут здесь. Всех, кроме Паукуса. Вот почему-то. Севермонтес упал. А он еще и захиливается. Рафаэль хиляет, ребят, свою команду. Ой, кстати, что-то как-то хильнул он слабенько, если честно. Ну что, давай добиваем этого Хламона. Тут двойная атака, кстати, не забываем. Надо... Ой. Ты еще и промахиваешься. Да ладно. Ты смотри-ка. Ты смотри, что... Воу-воу-воу. Тихо. Слушай, мы тут можем сейчас и свелиться с вами таким темпом. Офигеть. Двойная атака. Раз. Пошла вторая. Надо этого Рафика уничтожать. Кому-то хана сейчас, да, придет? Выжил еще. Давай опять бросим с вами баллончик. Гранатку. Беспонтово, ребят. Так, минус Рафаэль. И добиваем с вами этого Рафика. Космоса. Слушай, ну, ребята, я думаю, что идти на следующий бой, это просто бесполезно. Там будут 50-е уровни. 55-е будут боссами. Мне не потянуть. А вот ролевика, то, что достали, это, конечно, хорошо. Ну, смотрите, вот, давайте даже покажу вам просто-напросто. 55-й уровень. Ну, куда? Куда мне тут суваться вот с 35-м, с 40-м уровнем? Нет, ребят, это бесполезно. Я даже не буду тратить на это свои силы. Блин, открыть колоду. Да как же меня вот это раздражает, а? Я серьезно говорю, как же меня это раздражает. Ну, что у нас? Кстати, что у нас по пицце? 69-е еще есть, да? Что мы можем с вами найти? Так, подожди, давай-ка мы вот этот вот ДНК его распетрушим. Вот так вот. Так, у Лео по навыкам, ребята, почти все по фулочке. Ну, я имею в виду из реально доступного сейчас. Вот этих значков у меня еще пока нету. Их, в принципе, здесь не очень много надо, но для этого нужно платиновое испытание проходить. Так, здесь нужно 12 знаков, 5 магнитофонов. То есть, пока откладывается, да? Давай посмотрим, что у Рафаэля. У Рафаэля ярость Рафа. Кстати, один из подписчиков просил почаще ее применять. Не знаю почему. Видимо, он хочет, чтобы мои герои были постоянно под усиленным бафом для атаки. Что тут нужно? Нам нужно найти 8 пультов, да? 8 пультов. Так, а у Микеланджело? У Микеланджело что мы можем с вами? Елки-палки. Вы, кстати, заметили, и подписчики тоже заметили некоторые, что везде нужно вот этот вот инструмент. Ящики с инструментами. Он попросил, возьмите за доллары много себе телепортов и просто фарми эти ящики. Там, например, 100 ящиков на фарме, да? Да, было бы, кстати, неплохо. Я бы там и мутагены бы заработал. Но как-то вот жалко мне, ребят, сливать порталы именно на фарм ящиков. Так, мы с вами немножко отвлеклись. Давай посмотрим, может быть, у Багстера Стокмана что-то можно. Вот этот вот рука судьбы. Ну, опять же, 10 ящиков нужно. Да ты посмотри, эти ящики тут везде нужны. Хорошо, ладно, давайте поищем, попробуем. Погнали. Будем брать по минималочке, да? По 8 этих пиц тратить, чтобы нам побольше найти этих ящиков, чтобы побольше у нас хватило всего. Пока идет неплохо, я вам скажу. Пошло на спад. Да ладно тебе, хорош. Давай, вот, ребята, пошло, пошло дело. Рандом, что сделаешь? Так, и все, ребят, больше у меня не хватает, к сожалению, пиццы. Она закончилась вся. А что мы можем с вами пофармить вот не на турнирной арене, а на испытаниях? Мы же вот здесь вот, да? Давай посмотрим. Так. Давай рискнем, давай рискнем. О, слэш, 2 ДНК. Это, кстати, шикарный элемент. Вот карта Бобима, это фигня. 2 доллара, это вообще полный трэш, на самом деле. Ну, 30 жетонов еще, ладно, куда ни шло. Еще 30. Это уже переборы, я думаю. Да хорош себе, осколки серебряные. Ну, 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 хорош, ну, пожалуйста. Ну, дай что-нибудь путе в это. Кольцо крутости плюс один. Вы издеваетесь, что ли? Офигеть. Офигеть. Тут еще можно было, блин, вот столько персонажей найти, а он мне все подсовывал какое-то фуфло, ребят. Так, что мы там с вами понаходили? Чего-то очень многого, да? А вот чего? Мутагена у нас 8 тысяч. 80 золотых, ой, 80 у нас платиновых осколков, 192 золотых и 651 серебряное. Вы представляете, ребят, если мы с вами когда-нибудь, когда-нибудь найдем, вот, например, карточки на Би-Бопа классического, мы же и всех сможем переводить. Для этого нам нужны вот эти вот серебряные осколки. Их у меня уже столько скопилось, что хватит ни на одного персонажа в переводе, в золотой ранг. Но с карточками пока напряженка. И, как видите, до повышения голубя Пита в третий бронзовый ранг нам нужно еще 14 ДНК. 14. Ладно, ребята, все, конечно, это все будет со временем. Никуда игра от нас не убежит и не денется. Мы ее все равно рано или поздно покорим. И будем потом драться с вами составами. Ну что, вроде бы на сегодня можно и закругляться. Нет, ребят, не закругляемся еще. Подожди-ка, у нас... А-а-а... Мне не хватит, да? Покрутить рулетку. Она же там, по-моему, требует чего-то. 16 пицц. Да. А я хотел крутануть три разика. Ну тогда, да. Тогда закругляемся с вами. И до новых, ребята, скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok